добрый день всем присутствующим добрый день с вами компания кит финансы я елена беляева и наш сегодняшний вебинар который предназначен для начинающих трейдеров нашего российского рынка и сегодня мы поговорим о том о некоторых таких аспектах трейдинга которые часто так скажем ускользают из внимания начинающих и которые имеют смысл на них обратить внимание так скажем и также мы на сегодняшнем семинаре поговорим о том о тех способах как каким образом начинающие трейдеры могут получить помощь ну в данном случае мы будем говорить о помощи брокера и как какими способами можно получить ответы на интересующих вопросы так о уже сразу пошли вопросы отлично обязательно вам отвечу на ваши вопросы по ходу дела сейчас немножечко начнем такого с общего вступления как только перейдем к вопросам то обязательно на все вопросы отвечу и так то есть я занимаюсь обучением начинающих но не только начинающих трейдеров в течение многих лет и в общем то сложилось уже понимание того как себя ощущают начинающие какие у него есть основные такие так скажем заблуждения ошибки и поэтому вот возникла идея такого вебинара вот именно в помощь таким начинающим потому как на фондовом рынке все-таки брокер заинтересован в том чтобы клиенты которые открывают считая начинают торговать чтобы они максимально быстро выезжали в текущую ситуацию чтобы они делали меньше ошибок и соответственно торговали долго и счастливо то есть есть в этом свой можно так сказать шкурный интерес потому как брокер зарабатывает с комиссией это всем понятно и поэтому брокер совершенно не заинтересован в том чтобы клиенты начинающие пугались рынка делали неправильные шаги получали убытки с него уходили поэтому стараемся оказывать максимальную помощь особенно начинающим чтобы у них появлялось правильное понимание рынка как можно быстрее чтобы они быстрее вливались в процесс и понимали что делают чтобы у них было меньше разочарования и соответственно больше и положительных результатов и понимания происходящего и сегодня вот мы как раз поговорим о том какие варианты помощи предлагает брокер сейчас так быстренько пробежимся по ним буквально пару слов скажу и уже перейдем так скажем к телу нашего сегодняшнего семинара и варианты помощи следующие то есть во первых на обучение обучение есть очное в питере в москве то есть этой семинары и курсы которые мы предлагаем для клиентов и расписание этих курсов есть на сайте также предлагаем вебинары на одном из этих вебинаров вы сейчас находитесь поэтому я так понимаю вы знаете где найти это расписание также можем предложить консультации то есть можем проконсультировать тех клиентов если у них возникли какие-то вопросы по телефону или очно как как пожелаете выражайте свое желание найдем способ как каким образом ответить на ваши вопросы есть также у нас на сайте так называемый кит конспект дистанционное обучение можно также его рассмотреть и там также много интересной информации которые можно поизучать и есть в записи прошлое мероприятие в записи на ю тубе тоже сегодня попозже покажу где это находится тоже я думаю что каждый сможет найти там что-то для себя интересное также у нас регулярно проходят встречи кит клубы так называемые в питере в москве куда может прийти любой задать свои вопросы посмотреть на других себя показать и тоже узнали себя что-то интересное повстречаться с интересными людьми задать им какие-то свои вопросы то есть тоже расписание смотрим на сайте обычный раз в месяц бывает заседание кит клуба также есть еще возможность ежедневных видео брифингов сейчас два раза в день проходят эти брифинги в утром перед открытием рынка и в четыре часа дня утром больше такого фундаментального характера информация то есть о ситуации на рынке о ситуации глобально на рынках мировых какие факторы сейчас действуют на рынок от чего сейчас зависит движение рынка и так далее и в 16 часов брифинг веду я и больше он связан с техническим анализом тоже мы рассматриваем те возможности и ситуации на российских акциях в основном которые сейчас настоящий момент есть если есть какие-то варианты для входа в позиции том соответственно мы рассматриваем эти моменты и для тех кто также не уверен в своих силах и в своих решениях торговых для тех есть у нас специальный тариф кит команда присоединившиеся к этому тарифу могут получать торговые сигналы от наших аналитиков причем торговые сигналы сделок которые сопровождаются от начала до конца подается сигнал где когда в какой момент открывается позиция где она закрывается где ставится столб где фиксируется прибыль то есть полностью вся информация по сделкам доступна то есть это можно может присоединиться любой и для начала можно присоединиться к так называемому тест драйву то есть на месяц бесплатно подсоединиться к этой услуге и посмотреть как она работает вот это информация относительно того какие есть каналы помощи и этими каналами вы можете пользоваться в любой момент тогда когда вам удобно так как вам удобно и соответственно будем рады всегда вас видеть и будем рады помочь вам и ответить на ваши вопросы вот и теперь дальше движемся уже немножко поговорим про торговлю на рынке про трейдинг что он из себя представляет какие моменты нужно понимать начинающему то есть начинающие трейдеры часто концентрируются на выборе момента входа в позицию и момента выхода из позиции то есть часто они преувеличивают значение технического анализа или вообще анализа то есть выбора момента входа и выхода из рынка из рынка и упускают по сути дела важные некоторые важные моменты на которых вот хотелось немножко остановиться то есть это чуть-чуть как бы сказать шаг в сторону но вот без понимания вот этой сути часто отношение к трейдингу складывается совершенно неправильно и смысл того что я хочу сейчас до вас донести состоит в том что вот стопроцентной гарантии анализа то есть стопроцентной гарантии прибыли на рынке не бывает никогда не было нет и не будет и какие бы вы не были там гениальные или талантливые какие бы усилия не прилагали все равно на рынке складывается иногда такая ситуация когда ее невозможно развитие ее невозможно предугадать и с этим мы постоянно сталкиваемся и те кто торгуют на рынке несколько лет пять лет десять лет и так далее они хорошо понимают вот эту ситуацию что мы постоянно имеем дело с вероятностным процессом то есть вероятностями мы все время по сути дела оцениваем какова вероятность того или иного события и всегда ищем на рынке именно те ситуации те моменты когда вероятности складываются в нашу пользу то есть вероятность получения прибыли больше чем вероятность получения убытка вот это как бы основная идея трейдинга вот и то что вот о чем мы сейчас говорим в математике эта ситуация называется положительное математическое ожидание то есть это даже не математике статистике больше такой термин то есть мы постоянно каждый момент времени каждым в каждом своем действии мы оцениваем вероятности и ищем те моменты когда складывается положительное математическое ожидание то есть когда у нас получить прибыль является более вероятным событием чем получить убыток вот если это все время будет постоянно поддерживаться такой такая оценка ситуации то убыточные сделки они все равно будут от них невозможно избавиться и здесь ситуацию перевернуть невозможно то есть изменить невозможно поэтому часть убыточных сделок все равно будет но если вы поддерживаете положительного математическое ожидание то есть если вы постоянно следите за этим то у вас в сумме все равно будет прибыль вот это вот основная идея и к этому нужно стремиться и вот это положительное математическое ожидание можно обеспечивать различными способами и это и система торговли которую нужно для себя выработать и это методы анализа которые тоже дают вот это вот перевес вероятности вот немножечко об этом чуть-чуть поговорим потому что вот эта ситуация часто ускользает из внимания то есть мы постоянно ищем на рынке вот такую так называемую несимметричную вероятность и несимметричную вероятность дают разные ситуации и разные методы анализа существует два основных метода анализа технический анализ и фундаментальный анализ и здесь в каждом из этих методов есть свои методы как каким образом обеспечивается это соотношение вероятностей то есть техническом анализе скажем так например если вы знаете хотя бы в целом технический анализ скажем уровне поддержки сопротивления дают несимметричную вероятность отбой более вероятное событие чем пробой линии тренда линии канала то есть тренд с большей степенью вероятности сохранится чем он изменится и вот такие предположения фигуры технического анализа тоже дают несимметричную вероятность то есть они в большем количестве случаев срабатывают чем не срабатывают и и вот если вы в своей торговле будете использовать вот эти моменты то они будут увеличивать вероятность получения прибыли и будут создавать вам положительное математическое ожидание в фундаментальном анализе также есть такие моменты которые дают скажем так перевес до вероятности это и и в микроэкономике есть такие методы оценивается компания недооцененные компании находятся инвесторам и открываются позиции и также в макроэкономике есть методы которые дают перевес вероятности но честно говоря вот фундаментальный анализ он имеет очень большой горизонт срабатывания поэтому на российском рынке вот в текущей ситуации он очень плохо работает просто сейчас ситуация такая но на рынках мировых если вы скажем работаете на зарубежных то методы фундаментального анализа конечно же их нужно знать они тоже дают большую помощь в торговле вот на российском рынке все таки в большей степени технический анализ почему потому что он срабатывает быстрее потому что он дает возможность именно в текущем моменте оценить соотношение покупателей продавцов по данному товару и соответственно также дает возможность понять те моменты где вот это вот соотношение вероятностей создается в вашу пользу вот поэтому когда формируется торговая система или торговый подход как угодно вы это называете в любом случае основой этого торгового подхода должна быть какая-то здравая идея должно быть должен быть смысл идея которая имеет смысл определенный то есть это не может быть просто какая-то ну я не знаю просто механическая комбинация индикаторов это не работает то есть в основе любого торгового подхода должна быть идея которую вы хорошо понимаете которую вы понимаете что она дает вам вот этот вот перевес вероятности и уже эту идею вы разрабатываете с помощью индикаторов или каких-то других инструментов анализа и только тогда в этом случае у вас может быть какая-то стабильность торговли и какая-то определенность в будущем вот так вот как раз идет вопрос какими индикаторами лучше пользоваться новичку сейчас поговорим тоже на эту тему и дальше еще один момент на который бы хотелось обратить внимание потому что вот эта ситуация очень часто выпадает из поля зрения начинающих а это самый важный момент в торговле самый важный самый неинтересный но самый важный это контроля риска то есть что будем понимать под контролем риска под контролем риска в трейдинге если это не фонд а просто обычный частный трейдер который торгует для себя на своем счету чаще всего все таки понимается правильное определение размера открываемой позиции то есть смысл в следующем что если вы будете открывать позицию очень небольшим небольшим размером то есть будете покупать ну скажем один лот то по сути дела lent "'депозит ваш будит увеличивается с очень маленькой скоростью ну сто маленькие позиции будут давать маленькие прибыли если вы будете увеличивать постепенный размер позиции то до некоторого времени будет изменение депозита нарастание депозита будет ускоряться до некоторой степени, а потом произойдет интересное, то есть вы открываете позицию большого размера, а ваш депозит не растет или наоборот вот эта ситуация разворачивается, деньги на депозите начинают уменьшаться, хотя вы торгуете по той же самой торговой системе. Вот это вот то, что существует на рынке и это называется уже неправильным управлением капитала, то есть повышение размера открываемой позиции и вот здесь оптимальный размер открываемой позиции он зависит от системы торговли, от того как вы анализируете рынок, как вы открываете позицию, поэтому для каждого это свой размер, вот это самое сложное. И поэтому для себя этот размер нащупать постепенно надо, поэтому начинать нужно именно с того, чтобы ограничить максимальный убыток по позиции. И вот давайте немножко буквально 5 минут на эту тему поговорим, хоть на эту тему и не любят говорить, но она на самом деле очень важна. То есть понятие такое отрицательной математики, вы видите его сейчас на слайде, смысл этого понятия состоит в том, что процент убытка и процент прибыли, одинаковый процент прибыли не возвращает вас в исходную точку. То есть если у вас было на счету, скажем, 1000 рублей и вы по каким-то причинам получили убыток в 50% от депозита, на счету осталось 500 рублей, а потом получили 50% прибыль, у вас на счету будет 750 рублей, а не начальная 1000. Вот это вот очень жестокая вещь, то есть чтобы после убыточной сделки вернуться в ноль и начать зарабатывать, нужно заработать большее количество процентов. И вот здесь так называется собака зарыта, потому что вот эта отрицательная математика, она погубила уже большое количество трейдеров и продолжает губить и будет губить дальше, потому что они не понимают, как это работает, как это происходит. То есть нужно обязательно ограничивать максимальный убыток, который вы получаете. То есть убыток в 50% от депозита, он практически лечится одним способом, только до взносом. Поэтому до этого доводить нельзя, это нельзя допустить ни в коем случае. И поэтому те, кто торгуют на рынке уже несколько лет, они постепенно приходят к тому, что это важно, и они постепенно приходят к следующим выводам, что большие убытки очень сложно восстанавливать, что убытки обязательно нужно обрезать, то есть закрывать позицию с убытком, но не давать этому убытку превратиться во что-то колоссальное. И обязательно определять максимально возможный убыток до того, как позиция будет открыта. Я бы даже сказала, что размер открываемой позиции даже важнее, чем точка входа. То есть даже при неправильном входе можно еще правильно разрулить позицию и закрыть ее в плюс. А вот если позиция открыта слишком большим размером, может ситуация стать непоправимой. Вот такой примерчик для того, чтобы у вас был примерно шаблон, каким образом рассчитывается размер позиции. То есть отправная точка – это риск на позицию, который закладывается в процентном отношении от депозита. В данном случае расчет произведен на 2% от депозита. Это, честно говоря, много по моим понятиям. То есть тех трейдеров, которые я знаю, которые торгуют 10 и больше лет на рынке, они, как правило, работают с риском 0,5% не больше. Но мы просто чисто математически рассмотрим пример, чтобы понять, как это считается. Скажем, мы собираемся покупать акцию. Скажем, у нее цена сейчас примерно 100 рублей. До открытия позиции мы определяем так называемый стоп-уровень. То есть это уровень цены, если цена пошла против нас, где мы будем закрывать позицию с убытком. Но будем ограничивать этот убыток, не будем давать ему увеличиваться больше того размера, который мы считаем предельным. И также у нас есть целевой уровень, где мы собираемся фиксировать прибыль. Ну вот, скажем, целевой уровень у нас 140, а стоп-уровень у нас 90. Скажем, размер депозита 50 тысяч рублей. И, скажем, мы установили для себя риск на одну позицию в 2% от депозита. Считаем эти 2% в рублях, что это будет. То есть 2% от 50 тысяч – это 1000 рублей. 1000 рублей – это значит, что когда мы будем открывать позицию, мы в случае неблагоприятного развития события, максимальный убыток, который мы можем себе позволить, получить – это 1000 рублей. То есть больше быть не может. И, исходя из этого, мы уже рассчитываем размер позиции. То есть риск на одну акцию мы берем с графика. То есть это разница между ценой открытия и стоп-уровнем. 100 минус 90 – 10 рублей у нас на одну акцию. И, соответственно, тот риск на позицию, который у нас получился, в данном случае 1000 рублей, мы делим на риск на одну акцию. 1000 делим на 10, получаем 100 акций. То есть в данном случае мы откроем позицию стоимостью в 10 тысяч рублей. То есть мы купим 100 акций по 100 рублей. И мы не задействуем весь депозит. То есть у нас из того депозита, который лежит на счету, из 50 тысяч рублей, у нас задействовано в этой позиции только 10 тысяч рублей. В том случае, если цена пойдет в нужном направлении, если она отработает риск, то есть вырастет выше 110 рублей, вот только тогда у нас появится, так скажем, моральная возможность, это называется доливка. То есть когда мы уже к существующей позиции докупаем еще акции, увеличиваем позицию, потому что мы можем взять на себя дополнительную порцию риска, потому как первоначальный риск уже отработан. И в принципе позиция постепенно может увеличиться, и этих акций у нас в конечном итоге может оказаться больше. Но не раньше того, как цена пройдет в нужном направлении, расстояние равное первоначальному риску. Вот такая как бы основная идея. Если вы будете поддерживаться вот этой идеей, если вы для себя ограничите риск на одну позицию и будете заставлять себя дисциплинированно вот эту ситуацию выполнять, я вас уверяю, вы не сможете избавиться от своего депозита, вы не сможете его слить. У вас в любом случае, даже если будут убытки, у вас основная часть депозита останется на счету. То есть даже при неправильном выборе и неверно открытых направлениях у вас все равно будет результат не запредельно плохим. Потому что в этом случае вы контролируете риски. Вы до начала позиции знаете максимальный убыток по позиции, и соответственно у вас катастрофических убытков на счету не будет. И вы счастливо доживете до того момента, когда вы уже научитесь оценивать рынок правильно, открывать правильно позиции, и в конечном итоге у вас уже пойдет прибыль, и у вас уже будет некоторое ощущение, что вы понимаете, что вы делаете. Дальше. Еще некоторые моменты, о которых хотелось остановиться. Тоже начинающие часто спрашивают, как каким образом нам выбирать акции. То есть как понимать, что вот эта акция лучше, это хуже. Как нам это сделать? Во-первых, такие моменты должны быть понимаемы. Легче анализировать бумаги, которые ликвидные. То есть не увлекайтесь первое время, не увлекайтесь акциями второго эшелона. То есть первое время есть смысл ограничить себя только маржинальными бумагами. То есть бумагами из маржинального списка. Этот список есть на сайте. Почему так? Потому что это самые ликвидные бумаги рынка. По ним всегда есть покупатели-продавцы. По ним маленький спред. Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи бумаги в настоящий момент. И вот эти бумаги, которые входят в маржинальный список, они лучше всего поддаются анализу. То есть по ним не будет никаких сильных скачков цены и не будет больших убытков. По ним не будет и каких-то там запредельных прибылей. Но вы должны понимать следующее. Доходность и риск – они всегда взаимосвязаны между собой. И первое время не нужно делать упор на доходность. Потому что в этом случае вы забываете про риски. А риски в этом случае получаются очень большие. И вы можете получить какой-то неприятный убыток, если вы будете гнаться за доходностью и не будете контролировать свой риск. Поэтому первое время, пока вы осваиваетесь на рынке, лучше ограничиться маржинальными бумагами и, соответственно, по ним совершать в первое время сделки. Дальше. На рынке есть возможность работать на росте. Это длинные позиции или лонги. Такой есть сленг. И также можно зарабатывать на падении, когда открываются короткие позиции или шарты. И вот выбор бумаг для лонгов и для шартов, как правило, делается начинающими неправильно. То есть очень часто начинающие шартят бумаги, то есть открывают короткие позиции по тем бумагам, которые за последнее время сильно выросли. То есть они рассуждают так, что бумага сильно выросла, значит, она должна в ближайшее время упасть. Совершенно неправильная логика. То есть покупаем с большим удовольствием именно сильные бумаги, которые показывают возможность сильного роста. А вот продавать, открывать короткие позиции лучше по тем бумагам, которые демонстрируют слабость. Слабость имеется в виду, слабость это может быть обусловлено фундаментально, то есть это есть какие-то новости по компании, мы понимаем, что она находится под давлением, или мы понимаем, что сектор, в котором бумага находится, он находится в сложной ситуации сейчас. И поэтому мы уже относим эти бумаги к разряду слабых. И у нас, по сути дела, два списка. У нас акции, в которых мы с большим удовольствием открываем длинные позиции, это один список, а акции, в которых мы открываем с большим удовольствием короткие позиции, это другой список. Вот это тоже нужно, так скажем, для себя понять. И когда мы выбираем акции для открытия позиций, лучше все-таки не сосредотачивать позиции в одном секторе. То есть если вы собрались, например, купить бумаги одновременно Газпрома, Роснефти, Лукойла и, может быть, еще Сургутнефтегаза, это достаточно рискованная ситуация получается, потому что вы сосредотачиваете риск в одном секторе. То есть бумаги нефтяного сектора зависят от движения цены на нефть. Цена на нефть развернулась, пошла вниз, и все бумаги нефтяного сектора оказались под давлением. И у вас убыток по бумагам суммируется. То есть если вы выбираете несколько позиций, то лучше все-таки их разделять по секторам. То есть если одна бумага из нефтяного сектора, пусть другая бумага будет из банковского сектора, третья бумага будет что-то еще, скажем, или это будет телеком, или это будет металлургическая компания, или это будет энергетика. Но чтобы это были какие-то разные варианты. Какие сектора выбирать, вот об этом отдельный разговоре не сегодня. Чуть попозже я расскажу, где можно на эту тему получить дополнительную информацию. Поэтому мы сегодня так пытаемся по верхушечкам пробежаться. Потом попозже постараюсь дать вам больше информации, где можно посмотреть более подробно те моменты, которые я сегодня, ну так скажем, упомянула. Дальше. Еще один момент. Еще один момент, который очень любим начинающими, но тоже на котором буду настаивать. Нужно всегда планировать свои действия до момента открытия позиции. И всегда прорабатывать два варианта развития событий. Хороший и плохой. То есть, по сути дела, вот это вот два варианта развития событий, два плана, план А и план Б, должны быть прописаны до того момента, как вы позицию открыли вообще. И лучше это делать именно в письменно. То есть, лучше ввести тетрадку, когда вы планируете позицию, вы отводите на эту позицию определенное место в своей тетрадке, прописываете там, по какой цене вы собираетесь открывать позицию, где у вас топ-уровень, где у вас уровень взятия прибыли, и прописываете два варианта действий, как минимум два варианта. Если цена пошла туда, куда нужно, что вы с позицией делаете, где вы закрываете с прибылью эту позицию, как вы ее сопровождаете, и второй вариант, где вы ставите стоп-заявку, и где вы закрываете позицию с убытком, если цена пошла против вас. То есть, обязательно должно быть два варианта. Всегда хочется надеяться на лучшее, но готовиться всегда имеет смысл к худшему тоже. Поэтому у вас никогда в жизни не должно возникать такой ситуации, что у вас есть позиция, и вы не знаете, что с ней делать. Если у вас такая ситуация возникла, это неправильное планирование до момента открытия. Такого не должно возникать вообще никогда. У вас есть план, плохой план лучше, чем его полное отсутствие. И нужно иметь дисциплину и силы заставить себя действовать по этому плану. То есть, как правило, с планом результат всегда бывает лучше, чем если вы начинаете хаотически метаться и совершать какие-то эмоциональные действия. Эмоциональный трейдинг всегда убыточен. Это поверьте мне на слово. И чем меньше эмоций будет в вашем трейдинге, тем лучше будут ваши результаты. Вот. Дальше. То есть, каким образом, так скажем, схема, как проводится анализ. Мы, когда анализируем текущую ситуацию, рассматриваем, скажем, потенциальную акцию, по которой мы собираемся открывать позицию, мы всегда пытаемся не упустить факторы и за, и против. То есть, тоже такая общая ошибка. То есть, те, кто начинают торговать, они, как правило, ищут только факторы за. То есть, что хорошего сейчас, можно сказать, об этой позиции. И, соответственно, не замечают то, что против. Поэтому, вот, обязательно нужно анализировать ситуацию и с точки зрения, так скажем, позитивного развития событий. И также смотреть, какие факторы могут проявиться в конечном итоге и испортить ваши ожидания. Вот. Поэтому стараемся увидеть и за, и против. И фиксируем это все опять-таки в журнальчике. То есть, не ленитесь, не забывайте записывать свои мысли, свои идеи до открытия позиции. То есть, если это все будет прописано, у вас будет в дальнейшем понимание того, что пошло не так. То есть, вы будете уже видеть, что, скажем, те причины, по которым вы открывали позицию, они, скажем, уже уничтожились, они исчезли. То есть, у вас уже, по сути дела, вот те предположения, которые были в начале, в момент открытия позиции, они уже не сработали, они не реализовались. И, в общем-то, тогда уже появится понимание того, что позиция существует совершенно неправильно, и с ней есть смысл расстаться. То есть, если мы проанализируем ситуацию и все-таки видим, что да, действительно, ситуация выглядит перспективно, мы принимаем решение об открытии позиции. И до открытия позиции мы пишем план. То есть, план, каким образом ситуация будет развиваться в будущем и какие будут наши действия в этом случае. Вот так, чтобы пример, обычно привожу пример текущей ситуации. Сейчас, честно говоря, сложно даже. Рынок сейчас таков, что какие-то рекомендации на открытие позиции, честно говоря, в текущей ситуации давать не хочется, потому как рынок сейчас под другими факторами находится, под влиянием других факторов, именно не рыночных, а именно политических. И поэтому в текущей ситуации сейчас те такие обычные методы анализа, они немножко по-другому работают. Ну, так, скажем, отлечемся от этого и просто гипотетически рассмотрим ситуацию. Ну, вот, скажем, ситуация. У нас, например, акция Норникеля. Вот в данном случае у нас такой график уже за достаточно длительный промежуток времени движения акции Норникеля. Скажем, мы вот видим, что у нас на уровне где-то 6200 идет, называется уровень сопротивления. И говорим о том, что если этот уровень сопротивления будет пробиваться, то мы будем иметь возможность входа в длинную позицию. Тогда мы будем эти акции покупать. И, соответственно, будем ждать их движения в район где-то 7500, в район уровня сопротивления. Вот как бы такая идея. Если мы все это для себя решили, то мы переходим, после этого мы разрабатываем план. То есть сигнал, вход в позицию будет, если цена пробьет уровень сопротивления 6300, то есть закроется дневная свечка выше этого уровня, тогда у нас будет сигнал на открытие длинной позиции, на покупку акций. То есть в данном случае по графику мы определяем уровень риска, то есть уровень, где будет стоять стоп-заявка. В данном случае здесь это у нас уровень 5500. То есть если цена обратно вернется, уйдет ниже сопротивления и дойдет до уровня 5500 и пойдет ниже, тогда мы будем закрывать позицию. Это наш уровень риска. Цель наша уровень 7500. То есть на уровне 7500 мы будем закрывать позицию с прибылью. На при достижении уровня 7000 мы стоп-заявку, которая раньше у нас стояла на уровне 5500, мы перенесем в безубыточность. То есть мы перенесем в уровень открытия позиции плюс комиссия. Вот такие действия. То есть по сути дела действия полностью определяют наше поведение в будущем. Еще третий вариант забыла. Если после открытия позиции у нас не будет ни роста, ни падения, а пойдет просто движение боковое, то тогда мы будем смотреть по ситуации. И в том случае, если, ну скажем, в данном случае норникель находится в состоянии восходящего тренда, такого среднесрочного, если эта линия среднесрочного тренда будет пробиваться вниз, то тогда мы просто будем закрывать позицию, когда это произойдет выше уровня открытия или ниже уровня открытия, как уже там будет по ситуации. Вот такой план. То есть когда у нас есть план, нам остается только его выполнять. И в этом случае эмоции уже не будут, и наши там страхи, и наши ожидания, они уже не будут влиять на то, что мы делаем на рынке. То есть в данном случае у нас есть большая степень вероятности, что все-таки мы все сделаем правильно, и в конечном итоге результат будет положительный. Вот такая схема. То есть саму сделку тоже все заносим в журнальчик, все записываем, где открылись, где у нас был стоп, что мы с позиции делали, где мы ее закрыли. Для чего это делаем? Для того, чтобы анализировать свои сделки. После того, как реальных сделок накопится некоторое количество, штук 25-30, как минимум, после этого можно выделить некоторое время в выходные, скажем, сесть и спокойно проанализировать свои прошлые действия. Дело все в том, что некоторым кажется, что торговля сама каким-то образом придет в норму. То есть в какой-то момент времени все станет хорошо, было плохо, а станет хорошо, и все сделки начнут приносить прибыль. То есть хочу вас огорчить, сам по себе трейдинг лучше не станет. Трейдинг можно улучшить, результаты трейдинга можно улучшить, если вы будете над этим работать, если вы будете вносить изменения, если вы будете замечать свои ошибки, свои неправильные действия, и будете заставлять себя поступать в следующий раз по-другому. Только таким образом. То есть по-другому никак. А чтобы заметить свои ошибки, нужно анализировать свои действия. То есть нужно анализировать свои прошлые сделки и смотреть, что в этот момент пригодятся ваши записи относительно тех мотивов открытия позиции, которые вы делаете в журнале. То есть вы видите, какие вы делали предположения, вы смотрите, как ситуация развивалась, вы видите, правильно были ваши предположения или нет. И вы в какой-то момент времени замечаете, что у вас есть определенная закономерность, то есть у вас есть какие-то свои грабли, на которые вы, так скажем, достаточно часто наступаете. И вот когда вот эта систематическая ошибка выявлена, она уже решаема, то есть с ней уже можно разобраться, ее уже можно исправить, с ней уже можно работать. Вот когда она непонятно, когда непонятно, что происходит, непонятно, вроде все делаешь правильно, а получается убыток. Вот с этим ничего нельзя сделать, потому что нужно выявить причину. Если причина выявлена, тогда с ней можно работать, ее можно исправить. Поэтому вот это тоже неинтересный момент в трейдинге, потому что открывать позиции, покупать, продавать любят все. А вот работать со своими результатами, изучать их и работать над совершенствованием системы торговли, вот это такое, как сказать, неприятная рутинная работа, но без этого лучше трейдинг не станет. Только через анализ прошлых результатов можно улучшить торговлю в будущем. К сожалению, это вот так, правда. Итак, давайте сейчас еще раз расскажу про то, где можно получить поддержку и помощь и буду отвечать на вопросы. Вопросы можете уже писать в чат, уже они есть. И сейчас буду на них, уже скоро отвечу. Итак, предлагаю вам попробовать наши ежедневные видеобрифинги. Опять-таки, есть два варианта брифинг, брифинг, который утренний брифинг называется «Эспрессо 9.45», и второй брифинг в 16 часов «Не так страшен чарт», это технический анализ ситуации. В брифинге можно к ним подсоединяться онлайн, либо можно смотреть в записи. В записи есть брифинги на сайте, в разделе «Аналитика», раздел «Видеобрифинги», там есть записи прошедших брифингов, то есть можно вечером посмотреть, если днем нет возможности подключиться, можно посмотреть вечером после работы и, по сути дела, получить некоторую информацию о том, в каком состоянии находится рынок, о том, какие идеи сейчас есть и, может быть, какие-то варианты идей вы потом используете в своей торговле. Если хотите задавать вопросы, то это только возможно при подключении онлайн. Смотрите, если есть такая возможность, то, соответственно, это будет полезнее для вас. То есть вопросы можно задавать как технического характера, так и по рынку. Любые вопросы всегда приветствуются, на любые вопросы отвечаем. Итак, вход на брифинги с того же сайта, с которого вы подключались на вебинары, с этого же сайта заходите в указанное время, подсоединяйтесь к брифингу, вход свободный, поэтому всегда будем рады вас видеть. Дальше. Про киткоманду немножко пару слов скажу. То есть к тарифу киткоманда можно подключиться тестово. То есть можно заполнить заявочку на сайте и, соответственно, вы на месяц получите доступ к сигналам, посмотрите, что за сигналы приходят, как они выглядят, посмотрите, нравится вам эта ситуация или не нравится, помогает или нет. И, соответственно, после этого уже примите для себя решение, надо вам переходить на этот тариф или не нужно. Поэтому тем, кому это будет интересно, могу подробнее рассказать, как это сделать. Дальше. Также тех из вас, кто живет в Москве и в Питере, приглашаю на наше заседание Кит-клуба. В Питере ближайшее заседание 28 марта. В Москве пока нет даты. Это будет начало апреля, но где-то в первую половину апреля обязательно это заседание будет. Лучше следить по расписанию на сайте. И на этих заседаниях обычно приглашаем интересных людей. Можно с ними пообщаться. Людей, именно связанных с трейдингом, с рынком. И также можно пообщаться с другими людьми, которые торгуют на рынке, задать какие-то вопросы, послушать, как у кого идут дела и так далее. То есть, в общем-то, есть польза, мне кажется, от этих встреч. Тоже регистрируемся на сайте. И, соответственно, приходим на Кит-клубы. Мне кажется, что это очень важно. Если торгуешь на рынке, очень важно быть, ну так скажем, в среде. Очень важно не остаться в одиночестве. То есть, общение, оно нужно. Поэтому Кит-клубы именно организованы для того, чтобы вот эта вот связь не пропадала, чтобы было какое-то взаимодействие с другими людьми, которые тоже торгуют, чтобы была связь со средой. Ну и обучающие курсы, семинары, вебинары. Смотрим расписание на сайте. И, соответственно, к этим семинарам, в этих семинарах и вебинарах участвуем. Что еще? Записи вебинаров на Ютубе. Вот, честно говоря, у нас сейчас произошел переход на новый сайт. И на этом новом сайте, я не знаю, как у вас, у меня большие сложности найти какую-то информацию. И поэтому пока вот сейчас, в данный момент, вот такой вариант вам посоветую. На сайте сейчас вниз, если страница на сайте спустится, то там есть кнопочка старый сайт. И вот на старом сайте, перейти на старый сайт, зайти в раздел обучения, и там с правой стороны есть такая колоночка, в которой есть записи вебинаров Ютуб. Вот, оттуда можно выйти на наш канал в Ютубе, то есть на страничку, где находятся все ранее прошедшие, ну не все, но многие прошедшие ранее мероприятия по обучению, различные вебинары на разные темы, по квику и так далее. И там, я думаю, что вы сможете найти, каждый из вас сможет найти те мероприятия, которые вам покажутся интересными, те, где вы сможете найти полезную для себя информацию. Вот, поэтому предлагаю вам туда, по крайней мере, сходить, посмотреть, что там есть. И вот в связи с нашей сегодняшней темой, в продолжении нашего сегодняшнего разговора, предлагаю вам такие варианты вебинаров, записи вебинаров, которые там есть. Во-первых, практика проведения анализа дневник трейдера, есть там вебинар-запись. Вот, с точки зрения введения записей и анализа своих сделок с этой точки зрения. Советую посмотреть этот вебинар. Дальше. Управление капиталом контроля риска. Тоже есть такой вебинар. Пожалуйста. Тоже там более развернутая информация относительно того, как работать с рисками. Дальше. Такой вебинар, мне кажется, тоже будет иметь смысл. Найди свое призвание инвестор или спекулянт. Там будет, на этом вебинаре рассматривается разность, разница в подходе к торговле, которая существует у инвесторов и спекулянтов. То есть нужно для себя сделать осознанный выбор, кем вы собираетесь стать на рынке, инвесторам или спекулянтам. И вот там как раз рассмотрены те моменты, которые нужно понимать для того, чтобы этот выбор сделать. И в продолжение также сегодняшней темы есть еще запись вебинара, называется «Анализируем сектора». То есть этот вебинар будет полезен для того, чтобы выбирать акции. То есть для того, чтобы понимать, какие сектора сейчас на рынке более привлекательны для открытия позиций. И там рассказано, как это сделать. Вот такие моменты хотелось бы вам предложить. Итак, давайте буду отвечать на вопросы. Они уже как раз подкопились. Замечательно. Алексей спрашивает. Почему при покупке одних и тех же акций они попадают то в Т0, то в Т2? Как покупать, чтобы было, допустим, только Т0 и наоборот только Т2? Нет сейчас Т0. Сейчас все Т2. То есть, когда вы открываете позицию, те акции, которые вы купили, они сразу на вашем счету депо не появляются. То есть эти акции появятся на вашем счету депо через два дня. И два дня эта позиция будет существовать в режиме Т2. И через два дня она перейдет в состояние Т0. То есть акции пойдут на счет депо и у вас эти акции реально будут. Но по сути дела для вас ничего не меняется. То есть у вас все равно зафиксировано уровень открытия позиции. И прибыль или убыток будет в зависимости от того, по какой цене вы эту позицию закроете. Если эту позицию вы успеете закрыть до достижения времени Т2, Т плюс 2, то у вас перехода в состояние Т0 так и не случится. У вас будет цена открытия позиции, цена закрытия, будет посчитан результат по факту. И, собственно, этот результат вы увидите на своем счету в виде прибыли или убытка. Если вы позицию держите больше, чем два дня, у вас через два дня позиция перейдет в состояние Т0. И дальше по той же самой схеме. Когда вы закроете позицию, ваше дело через месяц, через два, через год, без разницы. То есть все равно прибыль по позиции будет зависеть от цены открытия, цены закрытия. Все остальное чисто технические детали, в которые вообще можно не вникать. То есть здесь как-то выбрать вот этот Т0 и Т2 нельзя. То есть вся биржа сейчас перешла на один режим. Это режим Т2, и он соответствует международному стандарту. То есть здесь мы не выбираем, мы просто находимся в этом состоянии. Этот переход был сделан для того, чтобы упростить работу депозитариев, чтобы у них не было лишней работы. И для того, чтобы те сделки, которые длятся краткосрочно, внутридневные сделки, например, или сделки внутри вот этих двух дней, они по сути дела не проходили по счету депоз, чтобы не было лишней работы. И такой стандарт существует сейчас в мире. То есть на основных мировых площадках такая система действует. Поэтому здесь просто соответствие мировым стандартам. И, как бы сказать, здесь нравится это или не нравится, это не мы выбираем. Так оно сложилось. С этим надо просто научиться жить. Так, если я продала акции Т2 до наступления момента сделки с прибылью, то эта прибыль фиксируется? Да, конечно. Вот только что мы об этом говорили, что неважно, ваше, как бы сказать, все, что там происходит, это технические моменты. Они вас не должны сильно волновать. У вас есть момент открытия позиции, у вас есть момент закрытия позиции. Результат по сделке будет рассчитан именно исходя из этого. То есть внутри Т2 это произошло или снаружи значение не имеет. У вас есть цена открытия позиции, цена закрытия позиции. И от этого будет только зависеть прибыль. Поэтому вы покупаете и продаете вне зависимости от вот этих вот наступила Т2 или и наступила. Это не повод для открытия или закрытия позиции. То есть вы покупаете и продаете, исходя из того, что вы видите на графике. Момент выбираете по графику. У вас то, что там происходит, Т0 или Т2, переход или не переход, не должно волновать вообще. Это технические моменты. Шарты отличаются от лонгов. Вернее, как осуществить сделку того и другого вида. Лонгом называется покупка акций. Когда вы открываете позицию с покупки. То есть у вас не было бумаг, вы их покупаете. Это называется открытие позиции лонг. Если у вас не было позиции по бумаге и вы открываете сделку с продажи. То есть вы сначала продаете то, чего у вас нет. Вот это называется шорт. То есть в данном случае в шарте вы рассчитываете на падение бумаг. То есть вы закрывать будете стараться позицию по цене более низкой, чем по цене, по которой вы открыли позицию. То есть вы продали по 100 рублей, откупили по 90 рублей. Ваша прибыль и разница в ценах. То есть шорт – это игра на понижение, лонг – это игра на повышение. Как осуществить сделку того или другого вида? Просто, когда вы оформляете заявку, вы ставите покупку или продажу. То есть для открытия сделки шорт никаких каких-то дополнительных действий не нужно. Вы просто продаете бумаги, которых у вас нет. И автоматически получается шорт. Какая разница в выставлении обычных заявок, допустим, о продаже за цену 1 рубль, или выставление стоп-заявки с ограничением на цену не ниже, чем 1 рубль. Смотрите, все заявки делятся на два типа. Так называемые прямые заявки и стоп-заявки. То есть прямые заявки – это те заявки, которые сразу после того, как вы оформили эту заявку, отправляются на биржу. И прямые заявки бывают двух видов – рыночные и лимитированные. Рыночная заявка исполняется сразу по той цене, которую она найдет в стакане, получит цене. Лимитированная заявка встает в стакан. Срок жизни лимитированной заявки – один день. Если заявка не исполнилась до конца торговой сессии, она будет снята биржей в конце торгового дня. Стоп-заявки существуют для разных целей. Есть стоп-заявки для ограничения убытков. То, что мы сегодня говорили. Это так называемый, в квике это заявка стоп-лимит называется. Стоп-лимит, она ограничивает убытки. И есть стоп-заявки для фиксации прибыли. Заявка take profit. То есть можно поставить сразу две взаимосвязанные заявки. То есть ограничить свою позицию сверху и снизу. Снизу поставить стоп-лимит, сверху поставить take profit. Это будет заявка стоп-лимит и take profit. То есть просто нужно научиться пользоваться заявками и, соответственно, применять их правильно. Основное отличие стоп-заявок от прямых заявок состоит в том, что стоп-заявки можно выставлять на срок больше, чем одна торговая сессия, то есть надолго. И в каждой стоп-заявке содержится условие активации. То есть до выполнения этого условия заявка не активирована. Она висит на сервере брокера и на биржу не отправляется. То есть вам для понимания, как работают заявки, я советую посмотреть там же, на том же ресурсе, где я только что упоминала, на ютубе есть несколько записей вебинаров по квику. И там есть запись вебинара по заявкам, заявке в квике. Посмотрите этот вебинар, и я думаю, что вы разберетесь с тем, какая разница существует между разными видами заявок. Так. Дальше. Какими индикаторами лучше пользоваться новичком? Вадим спрашивает. Здесь основной принцип теми индикаторами, которые вам понятны. То есть если вы не понимаете индикатор, пользы вам он точно от него не будет. То есть все индикаторы делятся, обычно делятся на две большие компании. То есть первая компания – это трендовые индикаторы. Это те индикаторы, которые определяют наличие тенденции или тренда на рынке, то есть направленного движения. И вторая компания индикаторов – это осцилляторы, основная функция которых – определять моменты разворота цены. В анализе должно быть обязательно, как минимум, ну или как минимум должен быть один трендовый индикатор и один или два осциллятора. Вот такой набор. То есть какие индикаторы? Вот все-таки те, которые вам более понятны. То есть в трендовых индикаторах чаще всего и легче всего научиться пользоваться скользящими средними. С них можно начинать. А в осцилляторах здесь есть основных тоже два варианта. Первый вариант – это осциллятор RSI или в квике он называется Relative Strength Index. И второй индикатор – MACD. Тоже в квике он есть. То есть можно их совместить, найти литературу, почитать про них и, соответственно, использовать их в работе. Вот как бы для начала будет минимально достаточно. Так, Вадим спрашивает такой вопрос. РТС и знак вопроса. Вы расшифруйте, пожалуйста, свой вопрос. Может быть, вы спрашивали в контексте, а я не увидела ваш вопрос, поэтому сейчас уже не могу понять, к чему он относится. Так, как рассчитать размер комиссионных со сделки на тарифе Киткоманда? Хороший вопрос. Просто, честно говоря, не помню, какая комиссия по тарифу Киткоманда. В любом случае, когда вы совершаете сделку, у вас комиссия начисляется наоборот. То есть на стоимость той позиции, которая открыта. То есть, скажем, если, например, тариф по Киткоманде будет равен 0,05 процента, я не знаю, 0,05 процента, например, то в этом случае вы, например, открываете позицию на 50 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей, тогда вы умножаете 50 тысяч рублей на число 0,0005. И у вас получается 25 рублей. Вот это вот комиссия. То есть в зависимости от процента, который в тарифном плане существует, в зависимости от этого, наоборот, начисляется комиссия. И вы эту комиссию видите на следующий день в отчете, который приходит вам на почту, отчет брокера. Вы открываете экселевский файл, вы открываете этот файл, вы видите эту комиссию, можете ее пересчитать. Если вы ее не понимаете, как она получилась, можете позвонить в клиентский отдел и вам все расскажут, как это число получилось, которое вы там видите. Поэтому это один раз просто поймете, а потом уже будет все понятно. Так, я на тарифе Кит Команда уже месяц, но пока не получала рекомендации. Подскажите, где их можно увидеть? Вот здесь, честно говоря, я вам, наверное, не помогу, потому что возможно, что не было никаких рекомендаций. Может быть, потому что последнее время рынок достаточно интересно себя ведет и возможно, что наши аналитики в этой текущей ситуации приостановили выдачу рекомендаций. Честно говоря, мне надо просто узнать на самом деле, были ли эти рекомендации или нет. Если вы мне напишите на почту, я сейчас вам покажу эту почту. Вот сейчас, секунду. Так, секунду, секунду. Вот почта icsobakabrokerkf.ru, вот сейчас у вас на экране. Вы напишите мне свой вопрос насчет сигналов, я просто уточню и вам отвечу. Потому что у меня есть такое подозрение, что, может быть, пока на рынке происходят такие моменты сейчас непонятные, может быть, пока приостановили рекомендации. Узнаю. Так, от Алексея. Если стоп-заявка не реализовалась до конца дня и перенесена, за нее взимается тарификация. За заявки вообще никогда не берется никакой комиссии. Всегда комиссия берется только за совершенные сделки. То есть установка заявок, снятие заявок, перенос заявок. С этого никакой комиссии не взимается. И какие-то деньги вы заплатите только в том случае, если по вашему счету прошла сделка. То есть вы купили бумаги или продали бумаги. Только тогда в этом случае наоборот, на ту сумму денег, которая пришла в движение, на нее начисляется комиссия. За установку заявок, за снятие заявок комиссия не берется вообще никогда. Так, вопрос. Индекс РТС ликвидный. Сам индекс торговать нельзя. Индекс это число. Мы можем торговать только то, что обладает качествами товара. То есть мы можем торговать акциями. А чтобы торговать индексом, у нас есть инструмент, который называется фьючерсы. Фьючерс на индекс РТС это самый, пожалуй, ликвидный инструмент, который есть сейчас у нас на рынке. И да, он абсолютно ликвидит. И там тоже хорошо проводить анализ. И им тоже можно торговать. Только нужно понимать разницу между акциями и фьючерсами. То есть фьючерсы, они более рискованный инструмент, чем акции. И там есть свои особенности торговли. Тоже вот тогда, если у вас нет понимания того, что такое фьючерс, тоже посоветую вам найти в записях вебинар про фьючерсы и посмотреть его, понять, что такое фьючерс. Дальше. Комиссия депозитария и биржи уже включена. Значит, комиссия биржи взимается сразу же, когда вы открываете сделку. Вы ее видите в таблице сделок, уже видите эту комиссию. Комиссия биржи копеечная, но в квике вы сразу ее видите. То есть биржа забирает свою комиссию сразу. Брокер забирает свою комиссию в конце торгового дня. И вот комиссию брокера и комиссию депозитария вы видите в отчете брокера, который приходит на следующий день. Приходит на почту экселевский файл, вы его открываете, там вы видите всю комиссию. Так, еще вопрос о шортах, Алексей. В случае, если мы начали торги с продажи акций, которых у меня нет, в какой момент потом я обязан их купить. В любой, по сути дела. То есть ваша задача купить их по более низкой цене. То есть в противном случае вы будете в убытке. То есть, скажем, если вы их продали по 100 рублей, вам нужно умудриться купить их по цене более низкой. Поэтому вы открываете короткую позицию, когда у вас есть уверенность в том, что цена акций начнет снижаться, и вы сможете это сделать. Вы можете закрыть позицию короткую в этот же день. Сегодня открыли, сегодня же закрыли. Вы можете ее закрыть завтра, через неделю, через месяц. Теоретически вы можете ее держать несколько месяцев, эту позицию. То есть единственное, что вы должны понимать, что за удержание короткой позиции с вас будет взиматься дополнительная комиссия. Если позиция переносится на следующий торговый день. За перенос короткой позиции на следующий день взимается комиссия. Почему так? Потому что вы пользуетесь акциями, которых у вас нет. На бирже все очень четко. То есть акции, если они проданы, то они должны уйти с какого-то счета. То есть брокер, чтобы открыть вам короткую позицию, он должен взять взаймы у кого-то акции для вашей позиции. И поэтому он берет с вас комиссию. Комиссия за короткие позиции 0,03% от стоимости занятых денег на момент закрытия торговой сессии. 0,03%. Это немного, но нужно понимать, что плата есть. Поэтому короткие позиции стараются долго не держать. То есть несколько дней, ничего страшного, если движение продолжается, если цена продолжает снижаться, позицию можно продолжать удерживать. Как только снижение закончилось, лучше позицию закрыть, зафиксировать прибыль. Да, вот Алексей пишет, что кит-команда были рекомендации, мне приходили на смс примерно два раза в неделю. То есть вот еще раз, тот, кто написал, что подписался на кит-команду и не приходили рекомендации, пожалуйста, напишите мне, я выясню, почему вам не поступали рекомендации. Возможно, может быть, какая-то ошибочка произошла, поправим. Так, Сергей спрашивает, с какими периодами скользящих средних вы работаете? На самом деле дело чисто индивидуальное. Давайте про скользящие средние немножко поговорим. Так, сейчас отвечу на Алексея на вопросы, поговорим про соединение. Алексей спрашивает, есть ли механизм исключения плеча и сквик, чтобы уменьшить цену потерь при неудачных сделках? Вы сами определяете размер открываемой позиции. Вы видите в таблице лимитов по бумагам, ой, извините, в таблице лимитов по деньгам. Вы видите ту сумму денег, которая у вас в данный момент доступна на счету для открытия позиции без плеч. Если вы открываете позицию не больше, чем эту сумму, вы без плеч, и у вас не будет, так скажем, повышенных убытков. Смотрите, заглядывайте в эту таблицу, смотрите, что у вас там, сколько денег сейчас на счету есть, и не открывайте слишком больших позиций. Все будет хорошо. Сейчас при покупке и продаже автоматом предлагается купить больше ценных бумаг сразу с учетом плеча. Никто ничего никогда не предлагает, абсолютно быть такого не может. То есть вы, когда просто щелкаете в стакане и вызываете заявку из стакана, из стакана автоматом переносится то количество заявок, на той строчке, на которую вы щелкнули, оно переносится в заявку. Легко можно исправить эту ситуацию. И в настройках квика, сверху настройки «Основные программы», там найти опцию «Поставить галочку», чтобы в заявке по умолчанию у вас стоял один лот. Вы его будете сами самостоятельно исправлять на то количество, которое вам нужно. То есть я обычно выставляю, когда я выставляю заявку, я обычно количество бумаг определяю из суммы. То есть, скажем, открываю, например, позицию на 10 тысяч рублей. То есть я ставлю в заявке в окошечке объем 10 тысяч рублей и нажимаю кнопочку «Рассчитать объем». и по сути дела в окошечке количества у меня уже получается число лотов, которое примерно по стоимости будет, например, 10 тысяч рублей. То есть таким способом пользуйтесь, тогда у вас будет все хорошо. Так, по скользящим средним был вопрос. Давайте сделаем таким образом. Давайте мы сходим с вами в квик. Вы пока, может быть, еще будете писать какие-то вопросы. Я буду их стараться отслеживать. А мы пока посмотрим на графики. Вот видите, у меня на графике целая компания скользящих средних. И вот здесь, может быть, может показаться с самого начала, что тут происходит что-то непонятное. Но на самом деле каждый человек постепенно привыкает к каким-то определенным параметрам скользящих средних, выбирает их цвет. То есть лучше сразу приучать себя к определенному порядку, чтобы вы, глядя на графики, ну вот скажем, синяя средняя, это у меня 21-я всегда и на всех графиках. То есть если я вижу синюю линию, это всегда для меня 21-я средняя. Коричневая линия, это у меня 200-периодная средняя. То есть по сути дела всегда привыкать к порядку и для себя выбрать те периоды, которые соответствуют вашему, скажем так, масштабу торговли. То есть есть люди, которые торгуют внутри дня, есть люди, которые торгуют внутри недели, есть люди, которые торгуют с временным горизонтом месяц-два, кто-то полгода, кто-то больше года. И по сути дела основной, ну так скажем, элемент или основной вопрос любого анализа, это наличие тенденции на данном инструменте, наличие тенденции того масштаба, который вас устраивает. То есть средняя для вас должны определять именно ваш масштаб тенденции, чтобы вы определяли именно те движения по длительности, которые соответствуют тому горизонту удержания позиций, который вы для себя выбрали. Поэтому здесь какое-то время пройдет, прежде чем у вас появятся какие-то предпочтения для начала, вот такой начальный вариант могу вам предложить, чтобы у вас было какое-то понимание. Ну вот скажем, что у меня здесь есть. То есть вот три средних могу вам предложить добавить на график. Зеленая, красная и синяя у меня сейчас. Зеленая – это пятая средняя. Она практически вообще не отходит от цены. Это практически сама цена и есть, немножко усредненная. Дальше красная – 13-ая, синяя – 21-ая. То есть чем, как бы сказать, хороша и полезна 21-ая средняя? 21-ая средняя – это, по сути дела, такая искривленная линия тренда. То есть, по сути дела, ее можно принять как линию тренда и использовать можно хоть на дневном графике, хоть на часовом, хоть на недельном. То есть, по сути дела, 21-ая средняя для меня – это вероятность. То есть, если цена выше 21-ой средней, то я считаю, что вероятность роста больше, чем вероятность падения. Если цена ниже 21-ой средней, то вероятность падения выше, чем вероятность роста. Дальше. Пятая средняя, которая зеленая, ее основная идея – определять сильные тренды, очень сильные тренды. То есть, если цены находятся выше 5-ой средней, какой-то промежуток времени, то в этот момент можно сказать, что на рынке существует сильный тренд. Вот, скажем, на этом промежутке времени. Видите? То есть, если у меня открыта позиция, я ее ни в коем случае не буду закрывать, пока цены закрываются выше 5-ой средней. То есть, это для меня индикатор сильного тренда. То есть, только в том случае, если цена закрывается ниже 5-ой средней, только тогда у меня будут какие-то действия по поводу уже, как бы сказать, закрытия позиции. То есть, скорее всего, я ее не закрою, но, по крайней мере, я придвину ближе стоп. То есть, уже поставлю или в безубыточность, или уже буду защищать какую-то часть позиции. То есть, когда у меня цены начинают закрываться ниже 5-ой средней, у меня есть уже опасения того, что ситуация может поменяться. Таким образом. То есть, 5-ая средняя от нее очень большая польза, 21-ая средняя от нее очень большая польза, 200-периодная средняя от нее тоже очень большая польза. Почему? Потому что тоже вот эта вот 200-периодная средняя, она очень часто работает на графике, как вот линия поддержки или сопротивления. То есть цены, дойдя до этой линии, очень часто от нее отскакивают здесь, например, здесь и так далее. То есть по сути дела это уже заготовленные уровни, то есть те уровни, где может движение остановиться. Поэтому вот такие варианты можете попробовать и посмотреть, как они будут работать для вас. И уже потом как-то вот эту корректировать ситуацию. Так, Алексей спрашивает, первичное размещение акций, как и где узнать об этом, как их успеть купить, пока они не выросли в цене. Вот я бы вам не советовала. Честно говоря, я не знаю ни одного случая, когда покупка акций на этапе первичного размещения была хорошей идеей. Я таких случаев не знаю. То есть всегда после того, как первичное размещение пришло, акции попадают на рынок, после этого они, как правило, торгуются на рынке какое-то время по цене меньше, чем цена размещения. В ЭТБ вот по 13 копеек размещалось, с тех пор мы их по этой цене не видели ни разу. Вот поэтому вообще покупка акций на этапе первичного размещения это не очень хорошая идея. Всегда на рынке обычно можно купить дешевле. Поэтому все-таки вторичная покупка на вторичном рынке это более правильная ситуация. То есть вы смотрите, когда уже акции начинают торговаться на бирже, вы смотрите, как к ним относятся другие участники, вы уже видите, какое соотношение покупателей-продавцов, какой интерес к этим бумагам. И уже после этого вы делаете вывод относительно того, надо эти бумаги или не надо и покупаете по той цене, по которой они есть на бирже. Это более правильная на самом деле ситуация. Так, разразительный пример биткоина и Тесла на зарубежных рынках. На зарубежных рынках может быть, я говорю про российский рынок. То есть на зарубежных рынках иногда бывает, но честно говоря, тоже не всегда и тоже бывают большие разочарования. То есть первичное размещение Фейсбука недавно было. Все были разочарованы и никому большой радости не доставило размещение компании, покупка акций на первичном размещении. Вы поймите, вот такую ситуацию, тоже вот это вот такое, скажем, постоянное заблуждение начинающих. Начинающих всем кажется, что где-то есть легкие деньги. На самом деле ничего подобного. Легких денег нет ни в жизни, ни на рынке. То есть вот акции, покупка акций на первичном размещении может дать хорошую прибыль только тогда, когда эта компания, которая размещается, она никому неизвестна. То есть когда это кот в мешке, когда вы купили и угадали, когда эта компания уже известна и она уже распиарена, ну как например Фейсбук, это уже понятно, что на первичном размещении эти бумаги покупать не нужно. Там уже все проинвестировано, там уже по сути дела все сливки сняты. То есть вы купите эту бумагу, вы ничего на ней не заработаете. То есть не надо в иллюзиях находиться, лучше с иллюзиями расстаться на самом деле на самом первом этапе. То есть легких денег на рынке нет. То есть здесь в общем-то все так же, как и в жизни. Так, еще какие-то вопросы есть. Может ли оказаться удачная стратегия заработка методом поиска упавших в цене бумаг? Допустим, мониторим 10 разных секторов и делаем покупку каждый раз, когда происходит провал в цене в любой из них. А затем ждем роста и продаем. Ситуация, немножко неправильно, как бы сказать, постановка вопроса. Почему? Потому что, опять-таки, если акция упала в цене, давайте еще раз пойдем на график, и я вам просто продемонстрирую, как это есть в жизни. Ну вот скажем, возьмем какую-то акцию, ну скажем, интерао. Возьмем график, ну вот и посмотрим. И вот мы посмотрим, как это происходило вот здесь, например, на примере этой акции. Вот бумага стоила 6 копеек в какой-то момент. Вот скажем, здесь она стоила 6 копеек. Потом она упала и стала стоить 4 копейки. То есть вы по своей стратегии сделаете вывод, что она уже достойна покупки, и начинаете ее покупать. А она берет и падает до 3 копеек. Тоже получается, опять-таки, делаете вывод, что она опять упала, что она дешевая, и покупаете ее снова. А она падает до 2 копеек. Дальше она падает до 1 копейки. И сейчас она стоит меньше 1 копейки. И это происходит вот в течение, уже 4-й год происходит снижение бумаги, и возврата не видно. И вот сам факт падения цены бумаги – это совершенно не повод для ее покупки. Вот это вот хотелось бы вам сказать. Поэтому сама идея покупать акции на распродаже, она есть. То есть это называется контрпрем, когда мы ждем, что вот эта перепроданная акция отскочит. То есть то, что происходило, например, сейчас на всех этих ситуациях в Крыму и так далее. Скажем, например, акции Сбербанка. Вот они из района где-то 95 рублей достаточно быстро ушли в район 65 рублей. Вот покупки на 65 рублях – это была оправданная ситуация после падения. Но тут были совсем другие основания для покупок. Это были не потому, что она упала, а потому, что она упала в определенную область. Это называется поддержка. То есть на 65 рублях находится чисто технически очень сильный уровень, с которого много раз уже бумагу откупали. И покупки на 65 рублях было оправданное явление. Но это не потому, что бумага упала. Это потому, что она упала правильно. Поэтому немножко ваша идея, которую вы высказали, она не доработана, так скажем. Не содержит полностью причин для покупок. Так. Как разместить индикатор на график, спрашивает Александр. Александр, пишите, пожалуйста, в чат. Там лучше видно ваш вопрос. Так. Давайте тогда индикатор на график размещаем таким образом. Правой кнопочкой щелкаем на график. И у вас там в меню будет добавить график-индикатор. Выбираете индикатор, добавляете. Если вы добавляете на цену, то оставляете в правом нижнем углу окно 1. Если вы хотите добавить индикатор, для него построить новое окно, скажем, если это осциллятор, то тогда вы выбираете индикатор, выбираете новое окно. И индикатор будет создаваться уже в новом окне. Тоже вам, Александр, тоже советую посмотреть в записях вебинары по квику. Там все есть по тому, как построить индикатор на графике. Давайте будем на этом завершать. Если вопросы еще остались или если вопросы будут появляться, вот на экране почта оси-собакоброкеркф.ру Если хотите, чтобы этот вопрос попал ко мне, можете написать в теме, что для Елены Беляевой я увижу ваше письмо. Я вам обязательно отвечу. И будем рады вас видеть на наших мероприятиях. Приходите на наши брифинги, приходите к нам на вебинары, на семинары, на Кит-клуб. И давайте учиться вместе, как правильно торговать, как получать прибыль. Всем спасибо за внимание. И до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...